Старшеклассники еврейской автономии стали участниками регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников по биологии. Пройдя этапы на уровне школы и муниципалитета, учащиеся 9-х, 10-х и 11-х классов общеобразовательных учреждений ЕАО перешли к региональному. 27 учеников приступили к первому туру на базе Центра оценки качества образования. Практический тур прошел в специально подготовленных кабинетах Преамурского государственного университета имени Шалома Лейхима. Там школьники смогли поработать с натуральными объектами, различными веществами, микроскопами и микропрепаратами. Ребята должны показать свои умения, во-первых, работать с инструментами различными, лупы, микроскопы, умение приготовить микропрепарат, знание того, как устроена живая ткань, неважно растение это или животное, умение узнавать различные виды тканей клеток под микроскопом. Девятиклассникам предоставили задание на знание раздела по зоологии беспозвоночных, цитологии, систематике растений. В 10-м классе это анатомия человека, зоология позвоночных и биохимия. Общая биология изучается в 11-м классе. Соответственно, туда включены разделы по микробиологии, биохимии, генетике, физиологии человека и животных. Все, что нас окружает, это непосредственно связано с биологией. Мы с вами, растения, которые нас окружают, и все их внутреннее строение, клетки, ткани, из которых они состоят, это огромный мир, который мы не замечаем, проходя каждый день в суете по своим делам. Вот поэтому она мне очень нравится, особенно когда ты на молекулярном и клеточном уровне изучаешь все ее аспекты. Региональный этап Олимпиад продлится до 22 февраля. В нем примут участие более 300 школьников автономии, набравших необходимое количество баллов на муниципальном этапе. В этом году проходной балл настолько высок, что не все победители его проходят. Школьники, показавшие хорошие результаты на всероссийском этапе, имеют право на поступление в любой российский вуз без экзаменов на направления, соответствующие профилю Олимпиады. Екатерина Кувалдина, Кирилл Богаченко. Новости 21.